Возвращение за парты в профильном российском министерстве анонсировали привычное начало учебного года. Школьникам, родителям и учителям пообещали линейки на 1 сентября. Банный день. Театр имени Федора Волкова решили помыть. Для водных процедур в Ярославль пригласили специалистов из российской столицы. Высотный максимум 10 метров. Сазанье пополнения пресноводных лучеперых отправили в большое плавание под Ярославлем в Некрасовском районе. Выпускной в Черной реке был у полусотни тысяч мальков карповых. И люди Поднебесья, ярославские прошутисты, отметили профессиональный праздник. Супруги Поваренкова, например, прыгали в Коломне, где прошли сборы по купольной акробатике. Пришло время информационной службы городского телеканала. В студии Илья Барабанов. Здравствуйте. Расскажу о главном в Ярославле к этой минуте. Итак, 1 сентября в ярославских школах начнется с привычной линейки. Об этом сегодня заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Глава профильного ведомства подчеркнул, все школы в новом учебном году откроют, а первый день пройдет, как обычно, с поздравлением учеников и учителей. Для обеспечения безопасности учтут все требования Роспотребнадзора и опыт организации ЕГЭ. С 27 июля в Ярославской области возобновляются диспансеризация и профосмотры. Об этом городскому телеканалу сегодня сообщили в региональном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом. Медучреждения возвращаются к обычному режиму работы. Возобновляется и плановая медпомощь в областной детской и центральной городской больнице, а также имени Симашко. Ну и теперь к официальной информации по коронавирусу. Вот сводная таблица на ваших экранах. За выходные в области заболели 117 человек, выздоровели 52. Всего в больницах региона 370 пациентов, умерших 25. Соцпакет или денежная компенсация до конца сентября ярославские инвалиды и пенсионеры должны определиться, в какой форме будут получать льготу на бесплатные медикаменты. В последнее время все больше людей делают выбор в пользу денег, однако в этом есть риски. Какие? Александр Захаров сегодня нашел ответ. Татьяна Макаровна Короткова уже много лет по состоянию здоровья наблюдается в третьей поликлинике. Имеет право на получение бесплатных лекарств. Два года назад из-за перебоя с поставками медикаментов сделала выбор в пользу денежной компенсации. Стала ежемесячно получать на руки 889 рублей. Однако этой суммы катастрофически не хватало. Сразу же поняла, что это мне лично невыгодно, потому что стоимость препаратов, которые я приобретала за свои деньги, в разы выше получалось, и поэтому я снова восстановила льготу. Два-три рецепта в месяц, и стоимость лекарств уже доходит до нескольких тысяч, поэтому риск остаться без должного лечения велик. Выбор пациента должен быть основан на правильном понимании состояния своего здоровья и возможности его ухудшения в следующем году, а также стоимости препаратов и возможности их приобретения за собственный счет. Сегодня в области 120 тысяч человек, имеющих право на соцпакет. Правда, из них только 19 тысяч получают бесплатные лекарства, остальные предпочитают деньги. Почему так происходит, объяснили в профильном департаменте. На сегодняшний день, к сожалению, по всей Российской Федерации тенденция такая, что большинство людей, конечно, отказывается в пользу денежной компенсации. При этом стоит учесть, что данные граждане, ну, если так можно сказать, грубо, нарушают права региональных льготников, пациентов, которые не имеют инвалидности, получают только за счет средств регионального бюджета. Данные пациенты получают из двух источников. И денежную компенсацию, которую им оплачивает государство, и лекарственные препараты за счет региона. Пенсионерам и инвалидам необходимо до конца сентября сделать выбор, в какой форме они будут использовать социальный пакет, который гарантирует государство в следующем году. Александр Захаров, Максим Сушанов, Новости города. Холодные ржавые из крана с горячей водой. С такой проблемой столкнулись ярославцы в доме на Чкалово-22. И это, поверьте, не единственный адрес, где жители недовольны качеством. Валерия Сарамятникова разбиралась. Такого цвета вода из горячего крана может литься часами и становиться только чуть более светлой, но не совсем прозрачной. Такая проблема у дома на Чкалово-22 посеместно. Здесь около 50 квартир. И проблема не только в ржавой воде. Горячая вода по факту холодная. Это подтверждается замерами специалистов. При норме в плюс 60 в трубопроводе дома вода попадает с температурой всего 43 градуса. К тому же вода остывает, пока поднимается по этажам вверх. Татьяна Ворнова живет в доме 10 лет. Сейчас воду приходится подогревать, говорит женщина. Обязательно. Большой у меня таз, потом еще кастрюля и кипятильник бывает. Вот только так. Этой водой я не пользуюсь. Но вы сами посудите, даже пол вымыть ей нельзя. В этом доме отключают воду каждый месяц, начиная с мая. Кроме двух плановых, два текущих ремонта. Все из-за дефектов в трубе, которые каждый раз обнаруживают при тестировании и проверке напора воды. Во время работ вода в трубах застаивается, а после включения какое-то время течет ржавая. Действительно, данный дом сейчас переведен на обратный трубопровод. Прямой закрыт. Как раз из-за дефекта на наружных сетях на прямом трубопроводе. И мы увидели, что в дом сейчас с обратного трубопровода температура поступает только 42 градуса. Поэтому обеспечить, соответственно, температуру надлежащего качества в квартире получается в настоящее время невозможно. При обращении заявителя в управляющую компанию, выходит инженер по эксплуатации. Письмо мы уведомляем ресурсника о выходе. Фиксируем совместно с ресурсником температуру на границе ответственности. Если она не соответствует СанПИНу, направляем претензию к ресурсникам. Проблемы с горячей водой не только на Чкалово. В социальных сетях люди из разных районов выкладывают фотографии и видео воды из своих кранов. Вот инсталляция 50 оттенков ЖКХ, а на фото жительницы за Волги сравнение цвета воды из холодного и горячего крана. Во всем городе отмечаем проблему горячая вода ненадлежащего качества, как по температуре, так и по цвету. А в доме на Чкалово, пояснили ресурсники, вода ненадлежащего качества поступает из-за ремонта трубы. Один дефект устранен, со вторым справляются сейчас. В конце недели обещают пустить воду по основной, подающей трубе. После этого температура нормализуется, и вода, заверили в теплоэнергетической компании, станет прозрачной. Валерия Сромятникова, Михаил Орлов, Новости города. В Ярославле моет Волковский театр. Буквально через две недели фасады Первого русского заблестят первозданной чистотой. Марине Смарагдовой, по крайней мере, сегодня это пообещали. Водная процедура прописана не только людям, но и объектам культурного наследия. Сегодня банный день у Волковского театра. Фигуры барельефов изрядно запылились, и холодной души мне помешают. Освежить фасады призвали специалистов из столицы. У них огромный опыт промышленного альпинизма. По служном списке московские небоскребы, сталинские высотки, секретные военные заводы и даже большой театр. Теперь вот и первый русский. Постоянно на высоте, когда человек напряженный, когда он висит, и из-за этого устает. Надо быстрее технично сделать работу и спуститься вниз, и отдыхать. На глазах поверхность становится чище. Театр как будто снимает вуаль. Последняя помывка была шесть лет назад. Место загазованное, с огромным потоком машин. Поэтому так быстро пачкаются фасады. Водой под давлением взбивают основной налет, потом мочат специальные пены. Это химический раствор, щадящий для данного покрытия. И потом уже, когда пена отъедает основные загрязнения, все это снова смывают проточной водой под давлением. По ГОСТам мыть наружные стены надо каждый год. Через каждые пять лет делать ремонт. Это купание, преддверие последующих реставраций. Да и год юбилейный, 270 лет первому русскому. Театр находится в самом центре Ярославля. И, соответственно, он должен быть красивым и чистым, и всегда опрятным. Тем более, что мы очень ждем встречи с нашими зрителями. И надеемся, что в ближайшее время мы уже откроемся, в октябре месяце. И он должен принимать уже во всей красоте, в блеске и в чистоте. Альпинисты работают спорно. Сказывается, постоянный тренинг. Максимальная высота, куда приходилось забираться, 130 метров. Работа позволяет не только смотреть на всех свысока, но еще и путешествовать. А пенные процедуры первого русского продолжаются. Марина Смарагдова, Максим Сушанов, Новости города. Ярославские парашютисты отметили профессиональный праздник 26 июля. Пока пусть неофициально, но все-таки их день. В 1930-м группа советских летчиков под Воронежем впервые совершила серию прыжков с самолетов. Событие положило начало массовому развитию парашютизма в Советском Союзе. Ярославцы минувшее воскресенье прыгали в Карачихе. А вот супружеская пара Николай и Светлана Поваренковы отправилась в Коломну. На местном аэродроме прошли сборы по купольной акробатике, одному из самых зрелищных направлений парашютного спорта, которое связано с построением формации под открытыми парашютами. Вместе с другими членами команды ярославская пара отрабатывала созданные фигуры. Добавлю, в 2018 году Николай Поваренков с другими парашютистами установил европейский рекорд по количеству людей, создавших фигуру в воздухе – 28 человек. Купольный максимум зафиксирован на аэродроме Крутицы под Рязанью. А на Стрелке заработали фонтаны. Главный водный источник Ярославля стал третьим. В этом году через строй теперь радуют жителей и гостей областного центра. Чуть раньше включили фонтаны в Демидовском сквере и на Андропово. Правда, сегодня профилактика, впрочем, как во вторник и среду, заработают в четверг, будут журчать с 10 утра до 10 вечера. В Ярославле объявлен месячник безопасности на водных объектах. Сегодня состоялся один из рейдов. Согласно информации регионального управления Роспотребнадзора, качество воды в Волге и котрасли не соответствует санитарным нормам. Купание на всех городских пляжах запрещено. Здесь могут плавать только утки. При всей роскоши природного ландшафта для людей этот биоценоз опасен. Сегодня в рейд отправили специалисты Центра гражданской защиты Территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов. Место встречи – Петропавловские пруды. Здесь нет оборудованных пляжей, но люди здесь купались и купаются. Поэтому спасатели раздают всем информационные листки. Вода очень грязная, в которой нельзя купаться и плавать. Информировать людей необходимо. Мы не купаемся в прудах. Мы наливаем бутылочку воды и прыскаемся. Ни в одном из водоемов Красноперекопского и Фрунзенского районов купаться нельзя. Везде расставлены запрещающие знаки. Мы проводим рейды совместно с полицией, совместно с представителями ГИМС, совместно с представителями ЦГЗ, а также привлекаем отделы по делам несовершеннолетних. Результаты рейдов – полсотни бесед с горожанами и всего один протокол. Специалисты уверены – это результат постоянного контроля. Роспотребнадзор предупреждает не зря. Вода в водоемах опасна для здоровья. Запрещены купания и в парке нефтяников и судостроителей. Марина Смарагдова, Максим Сушанов. Новости города. Под Ярославлем выпустили мальков сазана. Больше 50 тысяч малышей семейства Карповых отправили во взрослую жизнь сотрудники Чернозаводского рыбзавода. Мальки получены естественным путем от 14 больших родителей, которые плавают в прудах под открытым небом. Правда, не исключено, что часть детей съели 10-килограммовые папы и мамы. Но, тем не менее, выжило много. И сегодня двухмесячные рыбки весом в 3 грамма отправились в большое плавание. Это первая партия мальков сазана, выпущенная в этом году. В ближайшие дни в реку Черная в Некрасовском районе попадут еще 1030. По законам природы доживут до зрелости лишь 3%. Однако и такого количества достаточно для сохранения популяции и поддержания необходимого числа ценного вида рыб. Сквер на Жуково сдадут к празднованию Дня города. Сегодня ход работ проверил глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин. Мои коллеги увидели, как превразится пространство за бывшим кинотеатром «Волга». Специальная площадка для скейтбординга, чтобы научиться делать трюки. Вот о чем мечтает Ростислав с первых дней в школе. Он учится в третьей, через дорогу от сквера на улице Жуково. Там-то мальчик с одноклассниками и гуляет постоянно. Я жду очень сильно площадку, потому что тут нигде нет площадок. Чего есть, найдется, где можно будет кататься на скейтах и делать трюки, и на самокате, где можно будет трюки делать. Обновленный сквер здесь ждут не только дети, но и взрослые. По просьбам жителей близлежащих домов здесь появятся закольцованные дорожки для занятий скандинавской ходьбой. Пожелания проектировщики учли. Уже видны очертания будущих асфальтовых дорожек. У меня подруга живет недалеко, она тоже меня все спрашивает. Там не асфальтируют, там не делают, лавочки не ставят. Я говорю, да нет, нет, успокойся, там потихоньку все делают. Да, будем ходить и отдыхать, и радоваться будем. Сквер здесь был и раньше, находился за кинотеатром «Волга» и был любимым местом жителей домов в округе. Со временем здесь все заросло, асфальт износился. Уличного освещения не было совсем. Сейчас установили шесть опор для фонарей, а гор Зеленхонстрой привел в порядок деревья. В скором времени здесь заасфальтируют дорожки, мусорные площадки отгородят забором. Ближе к школе оборудуют зону для воркаута и скейтбординга с мягким покрытием. Учли все пожелания, то есть он будет наверняка востребован, поскольку еще даже в производстве работ дети уже здесь катаются, уже радуются. То есть я уже видел здесь и пожилых людей, которые в принципе выходили. И хотелось бы отметить, что нарекания, как мы отслеживаем в соцсети, пока по этому скверу задавались первые вопросы, но нареканий по производству работы я еще и пока не видел. Сквер на улице Жукова ремонтируют за счет инвестора, поэтому сроки строго не обозначены. Но сдать объект подрядная организация обещает ко дню города, 12 сентября. Валерия Сремятникова, Михаил Орлов, Новости города. Возвращаемся в прямой эфир. Вы смотрите Новости города. Я Илья Барабанов. Подвожу информационные итоги понедельника, 27 июля в Ярославле. И не только, конечно. В Гаврилов яме молодой человек пытался забрать выручку из кассы местного магазина. Угрожая предметом, похожим на пистолет, от продавщицы 20-летний гангстер требовал деньги. Правда, осуществить задуманное помешали сотрудники Росгвардии. Женщина сумела таки нажать тревожную кнопку. На место оперативно приехал экипаж вне ведомственной охраны. Мужчину задержали, передали полиции, которая возбудила уголовное дело. А следователи Рыбинска устанавливают обстоятельства гибели 50-летней женщины. Она выпала с общего балкона 10-этажки. Есть свидетели, которые сообщили, как женщина заходила в подъезд. Через некоторое время ее тело нашли под окнами высотки. В доме она не проживала. 43 нетрезвых водителя за три дня. Такое количество автовладельцев выявили в регионе сотрудники госавтоинспекции. Наш корреспондент Александр Захаров тоже принял участие в операции «Бахус». Операция «Бахус» началась в 10 вечера на улице Спартаковской в Заводском районе. Инспекторы ДПС стараются не пропустить ни одной машины. Останавливают, спрашивают документы. По поведению определяют состояние водителей. Нетрезвых нет, а вот что касается прав, то многие забыли их взять. Один шофер даже попытался развернуться и уехать, заметив экипажа ДПС. Но инспекторы тут же догнали беглеца. Правда, удирал водитель, как оказалось, зря. Я посмотрел в зеркала заднего вида сотрудники полиции. То есть на патрульной машине поехали за мной. То есть я не стал препятствовать. То есть остановился на обочине, припарковался. То есть посмотрел, оказались документы на месте. А двое других все же оставили документы дома. Карманов нет куда ложить. Потерять боюсь. Восстанавливать дорого. Понимаете, они есть. Они же есть. В электронном виде есть. В базе есть. Не лишен. Все хорошо. Тем не менее, из-за такое правонарушение грозит наказание. Если у него оно действительно есть, но при себе нету, тогда будет штраф по статье 12.3, часть 2, кодекса инспекционных правонарушений, 500 рублей. Спустя некоторое время поток машин на этой улице иссякает. Водители уже по сарафанному радио передали друг другу о проводимой госавтоинспекции операции. Пора менять точку дислокации. Наши водители, они, видимо, по-старому все мыслят. И поэтому предупреждают друг друга, оказывая, так скажем, медвежью услугу. Это же медвежья услуга. Ведь на этом месте может оказаться любой. Пьяноводитель, он же опасен очень для нашего общества. За выходные по региону было выявлено 43 нетрезвых водителя. Из них 8 в областном центре и Ярославском районе. Александр Захаров, Михаил Орлов. Новости города. В выходные в селе и профмастерстве состязались почти пять десятков добровольцев со всей области. На берегу Котрасли прошли соревнования по водно-спасательному многоборью. Состязания получились довольно зрелищными. Отжимания, махи, гири, перенос мешка с 40 килограммами песка, гребля, транспортировка пострадавшего. Все, что должно иметь добровольные спасатели. В итоге сильнейшими среди женщин стали Оксана Базлова и Марина Бодрова из Ярспаса. У мужчин победили Иван Зуботыкин и Виктор Перепелицын, представляющие Ярославское общество спасения на водах. За сезон добровольцы спасли 16 человек, двое из них дети. И снова товарищеская ничья. Ярославский шинник встретился с Владимирским торпедо. Теперь вот готовится к битве с торпедо из Москвы. Спорт сейчас. Начну, правда, спортивную часть с того, что ярославские фристайлисты приступили к новому тренировочному сбору в столице Золотого кольца. Спортсмены на старте предсезонной подготовки. Моя коллега Алена Стецук узнала о том, как лыжные акробаты перенесли самоизоляцию и какие строят планы на новый спортивный год. Фристайлисты вышли на тренировки после трехнедельного отдыха. Каждую весну у спортсменов положенный отпуск. Большинство это время проводят за границей на море. Но в этом году в планы вмешалась пандемия. В этом году никак. Очень хотелось уехать отдохнуть, потому что постоянно здесь зима, Финляндия, холод или еще что-то там. Ну, хочется на самом деле на море. Планировала уже, но вот тут коронавирус и все. Сидите дома, ребята. Но просто так сидеть дома не вышло. Ежедневно спортсмены выполняли задания тренера и присылали отчеты о проделанной работе. Благодаря этому самоизоляция на физическую форму не повлияла, отмечают фристайлисты. Единственное, что от батутов не было, то есть не попрыгать было никак. А так, в принципе, физическая форма была нормальная. Были мысли, конечно, что пора прыгать, надо прыгать. Люди прыгают, а мы все сидим дома. Это гложило, конечно, да, но в принципе нормально. Собрались, потренировались. Сейчас вроде как говорят, что откроют границу уже скоро. И надеемся, что уже скоро время улетим и будем прыгать. Без тренировок на водном трамплине не поставить новую программу. Воздушные элементы спортсмены могут лишь начать оттачивать на батуте. Это одно из занятий на ярославских сборах. Уделено внимание, конечно, и общей физической подготовке, растяжке. А сборы на воде ежегодно ярославские фристайлисты проводят в Чехии. Надеются, что традиция сохранится и в этом августе. Во-первых, там небольшой городок, там деревушка находится, центр деревушки спортивной. То есть нет каких-то соблазнов у спортсменов. Она ограждена забором. То есть мы находимся на территории, все время там опитаемся и проживаем. И у Чехии нет своей команды по фристайлу. Поэтому мы туда всегда приезжаем. И у нас как бы основное время для нас. Главный старт грядущего спортивного года – мировой чемпионат в Китае. Пока дата неизменна – февраль 21-го. До конца года у команды по фристайлу планируются еще сборы в Финляндии и в той же Поднебесной. Алена Стецук, Михаил Орлов, Новости города. Ну и теперь к теме, которую анонсировал до начала спортивной части. Ярославский Шинник сыграл в ничью в завершающем матче межсезонья. На своем стадионе черно-синие принимали торпеды из Владимира. Соперники встречались в третий раз за время подготовки к первенству. Игра окончилась со счетом 3-3. В нашей команде отличились Масленников, Усманов, Насеткин. Стартовый матч сезона у Шинника состоится 2 августа. Дома подопечные Побегалова примут московская торпеда. Ярославская команда по американскому футболу начала сезон с победы. Бунтари в первой игре 20-го выступили против Вологодской команды «Викинги». Матч завершился со счетом 26-0. Кроме того, в Вологде ярославцы провели товарищеский поединок со «Спартанцами-2», в котором, увы, уступили 12-38. В Ярославле сибайкеры переплыли Волгу. В городе прошел товарищеский турнир по этому водному виду спорта. В заплыве через реку туда и обратно участвовали 27 пловцов. Немного больше, чем в прошлом году, правда, дружеские соревнования стали международными. Среди участников спортсмена из ЮАР победитель – 31-летний рыбинец Евгений Хабаров. В Ярославле открылось одно из заведений общепита. Где оно находится и, главное, насколько разнообразно меню? Елена Златоустовская знает достоверную информацию. В Ярославле в конце марта открылся ресторан быстрого обслуживания «Чиккенхаус». «Чиккенхаус» – это федеральная сеть «Бестро», которая работает более 15 лет. И все эти годы ресторану удается доказывать, что фастфуд может и должен быть полезным для здоровья и очень вкусным. У нас все готовится как в хорошем, стандартном ресторане. Мы закупаем свежие продукты, овощи, мясо. Не готовим из полуфабрикатов, не используем замороженное сырье. Также у нас имеется своя собственная пекарня. В основном, конечно же, меню «Чиккенхаус» – это блюда из курицы, а также есть некоторые блюда из говядины. В «Чиккенхаус» можно вкусно покушать, провести время с друзьями, а наличие детской площадки позволяет отмечать детские и семейные праздники. Для автолюбителей, которые ограничены по времени, имеется сервис «Чиккенавто». Удобное месторасположение, работа 24 часа, вкусная и разнообразная еда – это то, что неизменно привлекает сюда посетителей. Здесь всегда чудесно, всегда вкусно, домашняя обстановка и приятно может пройти время. Здесь, в общем, довольно обширное меню, всегда есть что выбрать. Место, безусловно, семейное, но и просто зайти перекусить в обед или посидеть в компании на ужин – здесь довольно приятно и неизменно вкусно. Я еще не все тут испробовал, но попробовал шашлык куриный, прям замечательный. Казалось бы, постный куриный шашлык, мягкий вкус, даже сочный. Удивительно, очень хорошо. Итак, ресторан быстрого обслуживания «Чиккенхаус Труфанова-1Б» вкусно, полезно, недорого. Работает 24 часа. Последняя пятидневка июля станет самым теплым периодом года для России. Это касается европейской территории и азиатской. А вот для прибрежных городов самым жарким будет август. Ну а что Ярославль? Мои коллеги собирали всю последнюю информацию сейчас. О погоде на вторник расскажу я, Ольга Муравьева. Здравствуйте. Начало недели будет жарким, температура 27 градусов, но не обойдется без кратковременных дождей. Подробнее о погоде далее. Некогда нам гревать, время крышу покрывать. Построив свой шикарный дом, пора подумать про забор. Металлочерепица, профнастил, водосточная система, профильные трубы. Металлопров 338-339. Ночь в Ярославле облачно, дождь, температура 15 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду, влажность воздуха 80%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Днем Ярославле облачно с прояснениями, дождь, температура 27 градусов, ветер южный 3 метра в секунду, влажность воздуха 58%, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. За Волгой в квартал парки Светлояр. Открыт старт продаж четвертого строения. Квартиры от 45 тысяч за квадрат. Звоните 28 88 00. На этом прогноз погоды окончен. С вами была Ольга Муравьева. Всего доброго. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В студии работал Илья Барабанов. Спасибо за внимание. Хорошего вечера. И не забудьте, пожалуйста, включить телевизор завтра. В это же время следите за новостями вместе с нами. И пусть будет больше все-таки приятных. Встретимся обязательно.